Ну а нам настала пора встречать следующего гостя, Александр Арабкин, молодежный работник. Привет, Александр! Александр, добрый вечер, добрый вечер, Александр. Присаживайтесь, пожалуйста. Это правда, что все, как мы анонсировали, ты втираешься в доверие к молодым людям, чтобы потом донести до них то, что их родители до них донести не могут. Решить конфликтную ситуацию и там... Да, и это тоже. Ну мы втираемся в доверие, это правда. Если это так можно назвать так грубо, это звучит так, да. Я думаю, они тебе сразу верят, учитывая, какой у тебя пирсинг в ушах. Наверняка у тебя еще зататуирована вся спина, и ты говоришь, знаете, чем покажу. Это, кстати, правда, но... Мама, надеюсь, не смотрит этот эфир. А я знаю просто, надо, чтобы ее подкупить. Частично. Мам. Мам, привет, да? То есть после этого эфира тебе придется еще и учиться втрата в доверие к родителям. Ладно, как это происходит? Ты видишь подростка на улице, думаешь, а у этого чувака проблемы, и пошел с ним общаться. Ну, нет, скорее я предполагаю, что у всех подростков проблемы, как бы, поэтому иду к первому попавшемуся, которого я вижу. Но во многом мы уже знакомы с ними. Если это какой-нибудь центр Виру, например, то там практически это вот так происходит. Привет, 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 ребята, как себе домой уже захожу. То есть практически всех знаем. Прости, сколько ты лет? Двадцать шесть. Вот сняла буквально с языка вопрос, я тоже хотел спросить. Скажи, как давно ты стал этим заниматься? Мобильная молодежная работа именно всего год. У нас как бы в Таллине, ну, под департаментом. А вообще молодежной работы я три года занимаюсь, а с молодежью работаю восемь лет. А ты не почувствовал в течение этих восьми лет, что с каждым годом тебе становится все труднее и труднее понимать эту молодежь, потому что ты все больше и больше от нее отдаляешься по возрастному показателю. Да, немножко, потому что недавно одна девчонка зарегистрировала меня в Инстаграме, сказала, что в Фейсбуке сидят одни старики. Я думал, что Фейсбук это достаточно продвинутая. Мы-то до сих пор думаем, что одноклассники это продвинутая сидит. Удаляемся, Андрей. То, что мы не модно, нам сейчас все Александр расскажет. И зарегистрировала меня. Теперь я как бы чувствую долг перед ней, каждый день выставляю по фотографии хотя бы туда, чтобы ее дело жило. Ты сказал, что у всех подростков есть проблемы. У всех разные, это как у Толстого, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Или есть некий определенный профиль, который можно наложить на ту или иную возрастную группу? Нет, ну есть, конечно, возрастные особенности, да, и проблемы, которые присущи в данной категории людей, скажем так. Ну, это всегда, если это подростки, то непонимание стороны взрослых, да, то есть... Желание уйти из дома, украсть миллион. Стремление общаться только с подростками, ну, со сверстниками своими. Попробовать все возможные удовольствия в жизни. К сожалению, да, к сожалению, да. И, или к счастью, не знаю, но сейчас все очень доступно для молодежи. Они все очень хорошо знают, где что можно взять и сколько что стоит. Мне кажется, все было доступно даже когда я была подростком. В прошлом году. Да. Спасибо. Вот лизнул так лизнул, что называется. Фу, Андрей! Скажи, пожалуйста, нам по секрету поведали, что у тебя есть масса различных лайфхаков, которые ты можешь, что называется, на ходу вот из кармана так достать, кролика из шляпы, и заворожить, приковать внимание подростка тем самым. Да, то есть это правда, что самое первое, наверное, вот в первичном контакте, это чтобы заинтересовать молодежь, потому что им, в общем-то, все равно, где я работаю, чем я занимаюсь, кто я такой, им все-таки, ну, интереснее сидеть в телефоне. Только не говори, что ты воздушным шариком, из которого ты складываешь маленького гиппопотама, пытаешься заинтересовать подростка, которому 18 лет, он сидит в телефоне и курит траву. Ну, кстати, да, это правда, так и происходит обычно, потому что... И он такой, о, что это у тебя, покажи! Так, подожди, я вижу, ты принес шарики. Я принес, я могу, я покажу потом. Давай заинтересуй нас, мы, конечно, не сидим в телефоне, и мы не курим траву, но попробуем. И Инстаграм у вас нету, да? Инстаграм у нас есть, но мы еще не разобрались, как там, как им пользоваться. Обычно, на самом деле, даже если это происходит таким образом, что, может быть, им не суперинтересно, но, по крайней мере, я завладею их вниманием, и пока буду делать шары, могу с ними чем-нибудь там познакомиться. Давайте Андраку сделаем в прямом эфире шарами. Ну, что нам это интервью? Все понятно про этих подростков, давайте будем драться. Самое простое, то есть, ну, как бы, как метод вовлечения, можете содержать. Так, супер, нам нужно 6 шаров, раз, два, три, четыре. О, ты что-то неприличное делаешь, мне кажется. Вот, но такой же примерно интерес у молодежи возникает. Так, он может взорваться, если что, да? Просто. Ох! И теперь вот отсюда вытаскиваете. Еще, 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 еще. Вот, ты бедум, все, можно отпустить. И получилось. Та-ра-ра! Ой, так здорово! А сделай мне корону, пожалуйста, а то у меня вчера Андрей забрал мою, а теперь у меня будет и меч, и корона. Вот, примерно, кстати, таким образом это происходит. Тебе нужен только не меч, а скипеткой короны. Скажи, а где ты этому научился? Ютуб в основном. Среди, то есть, просто смотрел ролики? В принципе, да. Ну, то есть, что-то мне показали. Мы не могли бы перестать об этом говорить, потому что если об этом услышишь моя дочь, что ты научился этому из Ютуба, то жизнь моя кончится, он поставит меня смотреть все ролики и повторять. Корону можешь? Корону могу, почему нет? А у Андрея двое детей, он вообще не сможет на работу ходить. Корона из двух цветов делается. Хорошо, отлично, пускай у меня будет розовая корона. Желтый я не люблю. Слушай, давай. Розовая и? Розовая и розовая. Розовая и розовая. Оригинально. Я надеюсь, ты сможешь и делать, и отвечать на вопросы одновременно, потому что я хочу уточнить по поводу терминологии. Ты смотри, он сразу два шара умеет надувать. Ты упомянул такую вещь, как мобильный молодежной работник. Что это значит? То есть у тебя нет офиса, у тебя нет некого молодежного центра, ты именно ходишь по торговым центрам и там вылавливаешь. Да, у нас есть, конечно, контора, где мы можем ввести статистику и так далее, но у нас нет как молодежного центра. Мы сотрудничаем с другими молодежными центрами, мы можем туда прийти, что-то провести с молодежью. Саша, ну в смысле, что значит мы вылавливаем молодежь? Вы подходите к людям, которые заведомо неблагополучны, то есть вы их как-то оцениваете, понимаете, что у этих людей. Или вы просто стараетесь увлечь молодежь, ну, какими-то новыми занятиями, новыми знаниями? Или, то есть в чем заключается? Не, ну мы, конечно, заведомо не можем знать, ну, мы говорим не только о проблемах, а о возможностях, которые есть у молодежи. То есть зачастую они просто не знают, что есть там, какие-то мероприятия в Талине или что-то еще, или они, наоборот, хотят что-то сами сделать, а мы только поддерживаем их инициативу. То есть это не обязательно только сложные подростки. Эстонская и русская молодежь, она разная? Да. А в чем разное отличие? Основное отличие, что, как-то так показала практика, что русскоязычная молодежь больше гуляет и больше проводит именно времени в торговых центрах. Ты не оценикайся, Саша, у нас осталось минуты и все время, и тебе нужно доделать корону. А я без короны не смогу дальше работать. То есть тут два варианта только в случае с Аней, или генеральские погоны, или корона. Да. Сойдемся на корону. Да, да, все правильно, Андрей говорит. То есть молодежь как бы, ну, разная, и потребности у нее, конечно, тоже разные. Есть те, которые ничего не хотят, есть та молодежь, которая хочет все и сразу, и их везде привлекают. Скажи, типичные ошибки у современных родителей есть, которые допускают они, имея подростков в семье? Я, честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, завоевать доверие, наверное, завоевать доверие самое сложное. В этом возрасте. Родители, смотрите YouTube, учите сделать шарики, и все у вас получится. Быть на одной волне. Ну что, готова корона? Ну ты посмотри! Нужно померить голову, оторвать вот эту штуку. Так, это мы убираем. Кудудун сюда. И нужно померить размер головы. Слушай, настоящий волшебник у нас был сегодня в гостях. Ай, так здорово! Александр Арабкин в мобильной молодежной работе. Вот, все. Скажи, а учиться где-то этому? В Таллиннском университете, в Таркетском Нарво колледже. Есть даже специальное направление? Ну, есть только молодежная работа, и сейчас появились курсы там тоже. То есть предмет. Спасибо тебе за эту увлекательную беседу, за этот мастер-класс. Александр Арабкин, молодежный работник. Всего доброго!